Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Toyota RAV4, 2007 года выпуска. Двигатель 2 литра, полный привод, механическая коробка передач. Пробег на автомобиле 73 тысячи километров. Заменим сегодня передние тормозные колодки. Колодки стоят еще родные. Также и поставим оригинальные колодки Toyota. Поднимаем автомобиль, снимаем оба передних колеса. Поднял автомобиль, снял колесо, откручиваем два болта, крепление цилиндру к скобе. Болты ключ на 14. Снимаем цилиндр. Сразу утопим его, но перед этим я добавлю туда смазки под пыльник. Поднимаем аккуратненько отверточкой пыльник и добавляю смазки. Струбцины утапливаем в поршень. Все, поршень я утопил, а теперь смажем направляющие. Направляющие туго стоят. Да, смазка стала закисать. Все это очищаем. Где такая закисшая смазка, мы ее, помимо того, с пальца убираем, с направляющего. Так же мы ее убираем и изнутри. Берем тряпочку, наматываем на отвертку. Теперь наношу смазку тойотовскую. Для направляющих. И вставляем на место. Все, двигается мягенько. Так же делаем вторую. Нижняя направляющая с резиновым плотнительным кольцом. Противошумная, противоскрипная, чтобы суппорт не болтался, не издавал лишних звуков на неровной дороге. Так же тряпочку наматываю на отвертку. И тоже убираю оттуда старую смазку. Здесь есть три проточки. Побольше я наношу на проточки. С торца немножко. И по самой направляющей. Так же заводим ее. И смотрим, когда одеваем, чтобы у нас пыльник оделся на саму направляющую. Снимаем старые колодки. Новые колодки, как я и говорил, будем использовать оригинальные. Номер 04465YZZDY. В оригинале колодки поставляются фирмы Adwix. Переставляем родные радиаторы. Здесь на колодке еще стоит пружинка, чтобы сама колодка в скобе суппорта не стучала. Снимаем сами радиаторы, чистим их, устанавливаем на новые. И снимаем пружинку. Пружинка просто стаскивается вверх. Здесь внутри фиксирующая собачка. Устанавливаем на новую колодку. Защелкиваем. И устанавливаем пружинку. Теперь мы это заводим в скобу суппорта. И устанавливаем на место. Точно так же и вторую колодку. Перепутал местами радиаторы. От внутреннего радиатора поставил наружу. Поэтому радиаторы перекину. Чтобы следов на них не видно было. Теперь устанавливаем на место сам цилиндр. и закручиваем болты. Включим на 17, палец подержу. Теперь устанавливаем на место колеса. Аналогичным образом меняем вторую сторону. И после этого нажимаем на педаль тормоза 2-3 раза. На этом замену передних тормозных колодок мы закончили. Всего вам доброго!